Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют В этот день детектив Алексей Насонов собирался навестить своего старого приятеля, коллегу по работе в полиции, однако его планам не суждено было сбыться. Ненавижу, гореть вам в аду! Женщина, вы бы постеснялись так кричать? А мне, знаете, стыдиться нечего, пусть им он стыдно будет. У меня сын пропал единственный, они не хотят заявление от меня принимать. Говорят, подождите еще пару дней, посмотрим. Так, а сколько лет вашему сыну? 18 исполнилось только что. Нет, он формально-то уже взрослый, я понимаю все. Но этим лишь бы не работать. Говорят, взрослый, загулял, подождите, вернется, нечего панику раньше времени разводить. Так может и правда ваш сын где-нибудь на даче вместе с девушкой. Ну, взрослый же, что вы хотите. А, так я поняла, вы один из них, да, такой же. Лишь бы от государства зарплату получать, взятки от бандитов, да, на людей плевать. Раньше я в милиции служил, сейчас я частный детектив. И поверьте, я знаю, о чем говорю. Ну, если бы вы такой крутой и знающий, ну помогите мне сына найти, пожалуйста. Ну, поедемте, рассказывайте, что случилось, садитесь. Поедемте. Не, ну ты ж надо, а. Как не вовремя Шрайдер сломался. Тут такая гора макулатуры. У меня уже пальцы болят. Федь, у тебя основной рабочий инструмент – это голова. А пальцы – это так, приятное дополнение. Так что не ной, а работай. Угу. Скорее бы ж какое-то дело, что ли. Задание новое. Уже поработать хочется. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот да, такой вот он, Славик у меня. С пяти лет со скрипкой не расстается. Педагоги говорят, кстати, редкий талант. Усидчивый очень, по пять часов к ряду может что-нибудь разучивать. А друзья у него есть? Да нет, у меня мальчик замкнутый, особо по компаниям не разгуливает. Нет, ну приятели есть, конечно. Девочка Марина Шевченко, он с ней пару раз в кино ходил. Угу. А во что он был одет? Как обычно, он джинсы, футболка. Бейсболка его любимая. Два года назад на конкурсе юных исполнителей ему подарили, так он с ней не расстается. Угу. А у вас вот есть какие-то предположения, где он может быть сейчас? Вообще-то есть. Понимаете, мы с отцом его, с Борисом, уже давно в разводе. Я же Славика одна воспитывала. Пока этот оглашенный по своим казармам по северам мотался. Угу. То есть Борис военный? Был. До последнего времени. Но он недавно уволился, вернулся. Десять лет ни слуху, ни духу от него. Вот тут на тебе. Ну, он заявился. Ну, я пока не вижу, каким образом ваш бывший муж может быть связан с исчезновением сына. Ну, понимаете, он убил себе в голову, что Славик должен стать настоящим мужчиной. Вот. А недавно он сказал, что устроился в лагерь военно-спортивный. И сказал, что Славик поедет с ним вне зависимости от нашего желания. Угу. А дайте-ка мне адресок Елены Арнольдовны. Из-за одного вот адреса и координат вот этой девушки. Марина же вы сказали? Марина, да. Да, сейчас я ручку возьму с бумагой. Откуда ты их берешь, а? Откуда? Ну, как отчу-то? Старые отчеты, черновики, распечатки карты. Ну, я все понял. Все, хватит, 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 хватит. Вечером у меня руки окончательно отвалятся. Ложку не смогу держать. Так, ну что, ребятушки, у нас новое дело, человек пропал. Отлично! Я хотел сказать, что я готов к твердой обороне. Ваша помощь пока не нужна, я пойду сам на место, поговорю со свекровой клиенткой, ну, выясню, что там и как. Хотя, хотя, знаешь, поехали со мной, вдруг придется какие-нибудь понаблюдать или еще что-то, собирайся. Сейчас я только сумочку возьму. Не-не, Аня, ты оставайся здесь, мы сами справимся. Поехали, поехали! У меня очень мало времени. Скоро должен вернуться Борис. Борис, простите, плохо расслышала. Вас прислала ко мне моя невестка? Вы ее новый мужчина? Да нет, нет, скорее я ее друг, и она попросила меня о помощи. Вы в курсе, что ваш внук пропал? Да. Светлана звонила мне, пыталась выяснить, не у нас ли он. Но знаете, что я вам скажу? Что? Моя невестка подняла бурю в стакане воды. Ну, сами подумайте, здоровый 18-летний парень. Самый возраст для соответствующих безумств. Я своего сына, когда он был ровесником, Вячеслава, в это время дома почти не видела. А вы вообще часто общаетесь с невесткой, с ногу? Я звоню им и поздравляю с днем рождения. Полагаю, в связи с создавшейся ситуацией этого вполне достаточно. Вы убедились, что мальчика у нас нет? Детектив почувствовал, что Елена Арнольдовна, бабушка пропавшего юноши, что-то недоговаривает и решил установить в ее квартире скрытую камеру. Нет, спасибо. Интернет у нас есть. И спутниковое телевидение тоже. Какие-то еще вопросы? Нет, нет, все, спасибо. Ну что, есть сигнал? Есть. И картинка появилась. Вот движуха какая-то началась. Что это за мужик там шастает? Ну, я думаю, что это Борис, наш похититель. Уже вещи Славки в дорогу покупаешь? Ты еще от своей идеи не отказался? А с какого военно-морского я должен от нее отказаться? Я поступаю так, как считаю нужным для себя и для своего сына. Какой же ты упертый. Вот прям весь в своего отца покойного. Тот тоже своим упрямством мог осла перебороть. Мой отец был кадровым военным. Я кадровый военный. И я считаю, что это не самый худший путь в жизни. Ну ты хоть понимаешь, какому риску ты нас всех подвергаешь? Только не надо опять. В конце концов, я его отец. Как бы Светка не разорялась по этому поводу. Я не позволю загубить своего парня! Все, мне некогда, я поехал. К обеду не приеду. Ты знаешь, что самое интересное в этой ситуации? Что никакого похищения этого, в общем-то, и нет. Просто отец вместе с своим совершеннолетним, заметьте, с совершеннолетним сыном собираются поехать в летний лагерь. Ну да. Если только Борис не удерживает его насильно. Вот он. Сейчас все узнаем. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, давай займем потихоньку. Что-то у меня как пациент совсем в голове не складывается. Зачем он приехал к музыкальному училищу? Сейчас попробую выяснить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Простите, у меня тут парень учится на скрипичном отделении. Вы не подскажете, во сколько у них занятия заканчиваются? Ха, так уж закончились. Вчера. Что значит, вчера закончились? Да то и значит, у нас теперь ремонт в здании капитальной, а студентов на каникулы распустили. А вы уверены? Да я тебе русским языком говорю. Кончились занятия, все. Теперь только после ремонта начнут. Твою ж мать, а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что там? Вы не поверите. Борис действительно хотел увезти сына, но его кто-то опередил. Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что Борис ехал за Славой? Да, в точку. Так, ну а почему тогда Елена не сказала своему сыну, что Слава пропала, Светлана его ищет? Может, Борис не настолько откровенен с матерью? Да, знал о его планах, но думал, что он уже забрал парня. Подожди, подожди, как-то мы опять в тупик попали. Ладно, надо ехать к Ленке и выяснять, чем Слава занимался в последнее время, куда ходил. Ну, может, он просто сбежал от родителей, поэтому никого не предупредил, и сейчас, например, у своей девушки скрывается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К детективу Насонову за помощью обратилась Светлана Приходько, чей сын, скрипач Вячеслав, накануне не вернулся домой. Светлана подозревает, что к исчезновению сына причастен ее бывший муж Борис, кадровый военный. Ему не по душе занятия Вячеслава музыкой. С целью сделать из Вячеслава настоящего мужчину, Борис хочет забрать сына в летний военно-спортивный лагерь, чтобы подготовить его к службе в армии. Однако детективы выясняют, что хотя у Бориса и были подобные планы к пропаже Вячеслава, он отношения не имеет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты, смотри, какой колоритный тек. Тек у него какая-то тоже необычная. Думаете, ему напали на след? Да я не думаю, просто факт констатирую. Вот что, я пока к клиентке зайду, ты понаблюдай за ним. Так особо на рожон не лезь, так издалека, хорошо? Угу, хорошо. Ну что, вы нашли моего мальчика? Это Борис его увез, да? Да нет. Мы проверили, у Бориса вашего сына нет. Как это нет? Я же точно знаю, что он собирался выкрасть у меня ребенка. Откуда вы это знаете? Так он сам мне сказал. Мы последний раз с ним когда виделись, он так и сказал. Заберу его и все. Мы с ним так еще поругались из-за этого. Тут все соседи наш скандал слышали. Тем не менее, у вашего бывшего мужа вашего сына нет. И где его искать, я пока даже не представляю. Господи, кошмар какой, что делать-то теперь? Вы опишите мне подробнее вот бейсболку вашего сына. Ну такая синяя бейсболка обычная. А тут две черные нотки на желтом овале. Все, она смешная, конечно, но Славке нравится. Просто, честно, заработанная на конкурсе. Ага, больше вы такой бейсболки ни у кого не видели? Нет, конечно. Это же эксклюзивная вещь. Их для конкурса специально изготавливали. А что? Да, мы тут просто встретили во дворе одного паренька, такого похожего на бывшего уголовника. Такой худощавый, невысокого роста. Вот у него была такая бейсболка. Господи, так это похоже Гоша. Это же Гоша. Его тут все знают и боятся. Он год назад из зоны освободился и всех достал уже. Алло, Федь, а ты видишь этого товарища сейчас? Ага, давай повнимательнее, его нельзя упустить. Вот у него бейсболка похожа на нашего пропавшего паренька. Да, 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 сейчас иду к тебе. Да, да. Да, Алексей Викторович, я все понял. Хорошо. Послушайте, вы не видели здесь такого гражданина в бейсболке? Вид у него такой, как будто только что из тюрьмы вышел. Ой, вы нашего Гошу, что ли, имеете в виду? Нет, сегодня не видела, слава богу. Бог миловал от встречи с этим уголовником. А что? Да, понимаете, я за парня свою переживаю. Видел, как они вместе ушли, выскочил, а их след простыл. Не зря переживаете, Гоша же у нас немного на голову больной. Лезть ко всем без разбора. Хотя недавно и он отпор получил, не без этого. Да вы что? Да, и самое интересное, ему не боксер какой-то, а отпор дал. А совсем молоденький мальчишка, музыкант. Музыкант? Да, славик у нас на скрипке играет. Я как раз из магазина возвращалась, тут вижу. Куда торопишься, пацан? Сидишь, вот и сиди. Че? Ты че такой борзый? По ушам давно не прилетала, что ли? Да от кого бы? Я с нормальными людьми общаюсь, а они к незнакомым людям на улице со всякими глупостями не лезут. Да ты че? Да я тебя щас... Извини. Доигрался? Допрыгался, да? Вот и сиди там, сейчас я участковому позвоню, в свидетели пойду и сдам тебя. Не умеешь по-хорошему? Будем с тобой как ты привык, по-плохому. Алло! Ну, в общем, дождалась я участкового, сдала ему это недоразумение. Красота! 15 суток народ спокойно ходил по двору, не оглядываясь. Не боясь, что на эту морду наткнется. Значит, Гоша из-за скрипача в кутузку-то угодил, да? Ну, может, из-за скрипача. Он у нас вообще на весь белый свет озлобленный. В детстве частенько, видать, головой ополроняли. А вы же, наверное, здесь все удалил попреку знаете. Как вы думаете, где он сейчас может быть? Да, скорее всего, за детской площадкой. Идемте, покажу вам. Ты что тащишься за мной? Ты кто такой в натуре? Да ты мне лучше ответь, откуда у тебя кепка моего друга? Какого друга? Слава скрипача. Было ваше, стало наше, усек. А ты со мной теперь поговори. Так откуда у тебя кепка-то эта, да? Или память ошибла? Да что вы все пристали ко мне с этой кепкой, а? Нашел я, ясно? Где нашел, когда нашел? Вчера во дворе скрипач ваш бешеный в сумку тащил. Ветер подул, кепку сдуло. Он ее в сумку подобрал, через пять метров потерял. Так, а ты, значит, все это видел, парня, предупредил. Решил кепочку-то себе притырить, да? Ой, ну ни стыда, ни совести у людей. Как был мелким варил, так и остался. Что мне ваш скрипач, он мне что, сват или брат, а? А если разяву, пусть сам на себя заяву пишет, вот. А кепочку-то мы у тебя все-таки заберем. Ну, а мне-то участковому звонить? Да зачем? С этого Гоши на сегодня хватит уже. Так что, вы считаете, это Гоша ни при чем? Ну, смотри, наша бывая соседка говорит, что он вчера весь день коротал в компании участкового, значит, к похищению отношения не имеет. Да и сам Гоша говорит, что видел Славу вчера с тяжелой сумкой. Вот. Видимо, я прав. Слава просто сбежал от родителей, чтобы не слышать их скандалов. Кстати, а может, он у своей девушки обретается, как там ее Марина? Мы это направление еще не отрабатывали. Ну что, поедем к ее дому, понаблюдаем. Получится, в гости зайдем. Все равно других зацепок нет. А клиентка? Позвони из машины, скажу, что Гоша здесь ни при чем успокоен. Ну, может, подняться, пока мы здесь, сказать лично? Знаешь, мне как-то тяжело сейчас стало общение с ней даваться. Почему-то она вбилась ей в голову, что с ее сыном обязательно случилось что-то страшное. Да, не весело. Ну ладно, ну что, поехали. Ну вот, у дома Марина. Надо бы с ней пообщаться как-то. Опа! Что с вами, Алексей Китарович? Видишь, вон ту барышню. Ага. Между прочим, бабушка нашего пропавшего скрипача спрашивается, что нас здесь делают. Ну, может, тоже внука ищет? Ага, только мне она дала понять, что ситуация совершенно не волнует. Ага. Тогда, видимо, я пошел. Так, давай, ты наблюдаешь за Еленой Арнольдовной, потому что меня она видела в лицо. А я пригляжу за Мариной. А я пригляжу за Еленой Арнольдовной. Применить табельное оружие на поражение был вынужден полицейский из Ленинградской области, на глазах у которого мужчина взял в заложники свою же гражданскую супругу. Выхода другого не было, он начал наносить удары ножом. Кто превратил спортсмена в наркомана, а историю любви в трагедию, расскажет Дмитрий Акимов. Расслабляешься? Очень смешно. Федь, когда меня сюда на работу брали, мне сказали, что работа разъездная, в офисе сидеть не придется. А сейчас получается, что я какой-то офисный планктон. Собирайся. Скоро и твоя очередь настанет поработать на общее благо. А чем я до этого занималась, хочешь сказать? Да, Алексей Викторович, слушаю вас. Елена дома, я в офисе, вот тут. А они работают. Работает. Алексей Викторович рассказал помощникам, что проследил за Мариной и попросил их срочно приехать. Номер квартиры? Ну, конечно, знаю. Хорошо, будем через 15 минут. Ой, ну наконец-то, уже все дело закончилось, все без меня. Ты мне хоть расскажи, что там случилось. По дороге расскажу. Поехали. Ну что, думаешь, ее здесь прячется? Ага. Ну что, Ань, твой улыб. Ну я пошла. Для того, чтобы выяснить, кто находится в квартире, Насонов отправил на задание помощницу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваша мама просила передать вам вот это. Надо же. Но ведь мама не знает, где я. Или это вам бабушка просила передать? Нет-нет, мама по-прежнему не знает, где ты находишься и очень волнуется. Простите, а кто вы? Я вас не знаю. Я бы не хотел здесь разговаривать. Давайте внутрь войдем. Сын Светланы Приходько, Вячеслав, накануне не вернулся домой, и она обратилась к Алексею Насонову с просьбой помочь разыскать сына. Светлана подозревает своего бывшего мужа Бориса. Однако детективы выяснили, что Борис к пропаже Вячеслава отношений не имеет. Местный хулиган Гоша, у которого была ссора с Вячеславом, также вне подозрений. Детективы видели, как бывшая свекровь Светланы, которая якобы практически не поддерживает отношения с невесткой и внуком, встречалась с девушкой Вячеславом Мариной. А в чем, собственно, дело? Ты понимаешь, что твоя бабушка очень сильно рискует, укрывая тебя здесь? Особенно после того, как мама всем объявила, что твой отец тебя похитил. Да мне самой вся эта затея не по душе, если честно. Отец его в лагерь гонит, а мать только может о занятиях говорить. А чей это квартира? Бабушкиной подруге. Она на лето к детям уехала, а бабушку просила присмотреть. А ты сам-то чего хочешь, вот только честно? Мы с Мариной хотели на музыкальный фестиваль под Ростов съездить. А потом в горный лагерь альпинизмом заняться, а потом в поход. А знаете, у меня появилась идея, как все это устроить самым лучшим образом. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Давайте, давайте. Что все это значит? Погодите, так вы, значит, меня обманули, да? Вы с самого начала знали, где Славик? В отличие от его беспутных родителей, я своему внуку желаю только добра. Но похищать ребенка от родителей все-таки была не самая лучшая идея. Надеюсь, теперь вы это понимаете? А вы что, полагаете, лучше издали наблюдать, как они тянут Славика в разные стороны? Да вы о чем говорите-то, я не понимаю. А вы хоть раз пробовали спросить своего сына, что он хочет? Мы с Мариной через три дня едем на музыкальный фестиваль, а потом в горы. Какие горы? Мы же договаривались, что ты поедешь со мной в лагерь. Да какой лагерь? Ты же ему руки испортишь. У всех детей все нормально, и только с нашим 33 несчастья приключится, да? Да как ты не понимаешь, у Славика талант, мне все педагоги об этом наперебой говорят. А ты хочешь что сделать? Чтобы у нас в стране стало одним перспективным скрипачом меньше, да? Зато одним солдатом бездарным больше, так по-твоему? У него же подготовки нет. Ну зря вы так, вы ошибаетесь. Он же за себя постоять может, с Гошей-то он разобрался. С музыкой вопрос можно решить. Да, это как это интересно? Я уже звонил своему приятелю военкому, объяснил ему ситуацию. Он сказал, не проблема. Определим парня музыкальные войска, отслужит как положено, и заодно подготовится к поступлению в консерваторию. Там вот такие вот педагоги. Да вы что делаете-то? Вы же погубите его, Славик, ты же себя погубишь. Мам, пап, я уже взрослый, и со мной все будет хорошо, поверьте. Только дайте мне пожить так, как я хочу. Обещаю, я буду звонить вам, и со мной все будет хорошо. Ну, если я все правильно понимаю, необходимость в крайних мерах у всех отпала, так? Похоже, так. Позвольте откланяться. Спасибо вам большое. Спасибо. Вячеслав вместе с подругой отправился на музыкальный фестиваль, куда он так стремился. Его мать и отец пытаются привыкнуть к мысли, что их сын уже взрослый, и он сам способен отвечать за свои поступки. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. В подземном переходе детектив Игорь Лукин стал свидетелем необычной беседы. Я обознал, что видел его. Дяденька, пустите, пожалуйста, я обознался. Обознался. Давай деньги обратно. Это мои. Это я бутылки пустые сдал. Отдайте. Мне еще сестре мелкое, надо молока купить. Куши, свернешь. Вы из полиции? Нет, идите дальше. Я частный детектив. Дальше вы дойти не собираете. Дяденька, дяденька, помогите, пожалуйста, он меня убить грозится. Ты что ты болтаешь? Ты просто скажи, видел его или нет? Я полицию вызываю. Не надо. Я боюсь. Вдруг покажу на него, а он меня прирежет. Ты чушь не болтай. Ну, где ты его видел? Тут недалеко. Вон он, вон он. Хватай его. А ну стой! В обстоятельствах происшествия, которое только по стечению обстоятельств обошлось без жертв, разбираются полицейские в Нижнем Новгороде. Там, по всей видимости, пьяный водитель направил свою машину прямо на крыльцо местного почтового отделения. Ищу хозяина. Смотри, какой песик. Помнишь, нам в прошлом году хотели котенка подарить? Ага, ищи банку меда. Ну и что со всем этим делать? Ну что, собери, вставь в рамочку и шефа подаришь. Сдеваешься? Ну, спасибо вам. Спасибо прям огромное. Ты что комедию-то ломаешь? Как пацана за шею хватает, так все нормально было. Как он убежал, так ты истерить начал. Да ничего я не истерю. Я ищу своего отца. Мне сказали, что он тут бомжует в переходе. А кто сказал? ППСник знакомый. Ну, я стал с фоткой ходить. Димон его опознал и потребовал денег за информацию. А потом сбежал. А вы точно частный детектив? Точно. А можете мне помочь? Мне очень надо отца найти. А иначе вся жизнь к этому под хвост. Ты кофе-то пьешь? Ну да. Ну, пойдем в кафешку. Через два часа шеф ввел помощников в курс нового дела. Так вот, возвращаясь к тому делу, о котором я вам рассказывал. Значит, Андрей Геннадьевич Макритин разыскивает своего отца. Геннадия Владимировича Носкова. А почему у них фамилии разные? Ну, потому что мать Андрея с мужем развелась. Вернула девичью фамилию себе и ребенку. Мужу это очень не понравилось. Так не понравилось, что 13 лет назад он ее убил. Ну и что, это из-за развода? Да по пьяни. Пришел отец Андрея к своей бывшей. Та ему открыла, он ворвался в квартиру. Ну и забила ее до смерти на глазах у сына. Ужас какой. Но его хоть посадили за это? Конечно. Андрей воспитывал бабушку, мамы-мамы. Но сейчас бабушка умерла, Андрей остался один. Ну и зачем ему с отцом встречаться? Какой смысл? Сначала я думал, что парень хочет отомстить. Даже вот разговор наш на всякий случай на диктофон записал. Вот послушайте. Ну, допустим, найдем мы твоего отца. А потом вдруг его обнаружат мертвым. Вы хотите сказать убитым? Ну ты правильно понимаешь, что я хочу сказать. Тебя же ведь наследство интересует. А чего вы? Какое наследство? Я не хочу ему мстить. Просто я даже не знаю, живой он или мертвый. А это важно? Для меня да. Да. Просто когда мы бабушку хоронили, меня ее подруга застыдила, что, мол, я не знаю, на каком свете отец. Свечку за здравие ставить или за упокой? Ну, а если узнаешь? Свечку куда надо поставить. Так, ну и что мы знаем об этом Геннадии? Ну, я навел справки. Полгода назад освободился. Какое-то время бомжевал. А потом прописался. Дом 5 по улице Конечная. Ну, это формально. На самом деле, этот деревянный барак три года назад снесли. Отлично. Бомж, судимый за убийство. Ну и где нам его искать? У Геннадия есть сестра, некая Рита. Так что наведайтесь к ней. А я поищу Геннадия следей неопознанных трупов. Да даже если он жив, сын его быстренько на тот свет отправит. Мне показалось, что Андрей мстить не собирается. Так что давайте, давайте, за дело. Помощники детектива приехали к дому, где жила Маргарита Носкова, сестра Геннадия. Добрый день. Я из фонда помощи родственникам заключенных. Здравствуйте. Вы, Маргарита Владимировна, сестра Геннадия Носкова. Я что? Ваш брат писал запрос на получение материальной помощи. Девушка, я его видела всего раз, когда он вышел, и все. Но это значение не имеет. Вы получите. Ваш брат указал вас как контактное лицо и получателя. Да? А сколько там? Стандартные выплаты 15 тысяч рублей. Ого! А деньги у вас с собой? Ну, девушка, я же не инкассатор. Вам нужно будет заполнить бланк и укажете номер своего лицевого счета. И в течение 10 календарных дней деньги будут перечислены вам на счет через банк. Девушка, заходите в квартиру. Разберемся. Угу. Спасибо. Эх, люблю я жадных людей. Моментально в квартиру пустила. Ну, не только жадная, но и скрытная. У нее на кухне какой-то мужичок сидит. Да ты что? Дай посмотреть. Да на, полюбуйся. Кстати, хорошо камеру поставила. Молодец. Ты ничего не слышал. Там нечего. Я чужие деньги считать не привык. А ты у меня жадненькая. А я все сделала по закону. Его нет, я расписалась. Он меня сам получателем назначил. Ага. А Генке скажешь, что его деньги на счету ждут, да? Придет, скажу. Ага. Это после того, как ты его с лестницы спустила. Он сюда шагу не ступит. А ему тут сделать нечего. Он, мать, чуть в группе не загнал. Жену свою убил, ребенка сиротой сделал. Ну, какой-никакой, а все-таки тебе родственник. Родственник? Что мне теперь с ним обниматься, квартиру делить? Родственник. Урка он. Бандит натуральный. Да ты что, Рид? Он нормальный мужик. Ага. Заводи свою шарманку. Тебе лишь бы сам бутыльника найти. Рид, да ты что завелась-то? Подожди, да что с ним Генкой, ну? Мне он тут даром не нужен. Или же вот ты меня не выгоняла. Ну, ладно. У меня в заначке десять тысяч лежит. Мы еще чуть-чуть доложим и на юга с тобой махнем. Ах ты моя туриесточка. Пойдем обедать. Я у меня сейчас кишки слитнется. Ну, в такой ситуации хоть одно радует. Денег она теперь точно не получит. Да уж, неприятная тетенька. А Виктор этот, как кот вокруг нее вьется. Да, и почему-то симпатизирует Геннадию. Да, в отличие от Риты. Слушай, а может быть Виктор и Геннадий общаются, и Виктор расскажет ему сегодня про пятнадцать тысяч? Надо шефу позвонить. Рома, вы за Виктором понаблюдайте. Ну, и звонки его проверьте. Поговорив с коллегами из полиции, Лукин назначил Андрею встречу в городском сквере. Вынесли моего отца. Ну, не все так быстро. Я проверил его. Ну, среди неопознанных трупов, среди бомжей без документов. Ни что? Да нет его там. Зато в базе есть его отпечатки пальцев. Так что как неопознанный, он не пройдет. Я кое-что другое узнал. А обо мне? Ты хочешь устроиться на работу в полицию. А судимый родственник тебе мешает. Да, я просто не хотел говорить. Так нет, ничего проще. Напиши стандартное заявление, мол, так и так. Отец в мое воспитание никакого участия не принимал, я никаких чувств к нему не имею, и все. Сомневаюсь, что это поможет. Скажут, яблочко от яблони. Ну, в общем-то, да. Придется побегать. Слушай, может помочь тебе? Давай в полицию найду знакомых, у которых и погон нормальный, и звезды повыше. Да не надо никого искать. Если бабушка не обманула, а я думаю, что она не обманула, то Геннадий мне вообще не отец. То есть как это? Я думаю, Геннадий узнал об этом. Поэтому и убил мою маму. Но по документам он мой отец. То есть ты его разыскиваешь для того, чтобы провести генетическую экспертизу? Ну да. Если окажется, что мы чужие, то я смогу подойти иск об аннулировании отцовства. Правильно. Этот человек на моих глазах убил мою маму. Я бил его. Я закрывал ее. Я видел ее лицо. Что я мог сделать в семь лет? Что? Да ничего, ничего. Вот именно. Поэтому я решил, пойду служить в полицию. И буду защищать людей от таких, как он. Только найдите его. Тем временем помощники установили за Виктором наблюдение и получили детализацию его звонков. Виктор сделал некой Екатерине Ивановне Левашовой. Смотри-ка, может, это она. Витька, напугал меня поросить. Да не байся своей. Это что такое? Ты что, посуду в машине помыть решила, а? Да нет, хотела посмотреть, что там. А маникюр жалко, 800 рублей отдала. Нравится? Ну, я в этом ничего не понимаю. Да нравится, нравится. Эх, Катюха, крутила бы я тебя. Да денег столько нет. Зато ты добрый. И руки у тебя золотые. Это что, намек или? Ой, то ли добелиться ко мне не надо. А то Генечку все расскажу. То Геночка мне миллион должен за то, что я вас познакомил. А я вам тут еще машины бесплатно чиню, чтобы вы на пикнике ездили. Катюш, дай воднички. Сейчас машину возьму. Андрей Макридин разыскивает своего отца Геннадия Носкова. 13 лет назад Геннадий убил свою бывшую жену, мать Андрея. Мальчика воспитывала бабушка, которая сообщила внуку, что Носков не отец Андрею. Сестра Геннадия Рита отказалась пустить родного брата к себе, когда тот вышел из колонии. Сожитель Риты Виктор познакомил Носкова с некой Екатериной, но скрывает это от Риты. Генночки, слушай, это не отец Андрея? Да нет, ты посмотри на нее, она же холеная-прихоленая. Вот тебе водичка. А, спасибо. А это вам с Риткой. Выпейте сегодня за мою новую личную семейную жизнь. А что такое? О! Салями, икорка, винцо. Ты что, с работы стащила, что ли? Ну, извини, мы официанты, люди небогатые. Чем могу, тем и благодарю. Да нормально все. Сегодня с Ритой ужин при свечах устроим. За твое здоровье выпьем обязательно. Слушай, а Ритка знает, что я с ее братом? А, да нет еще. Да ты не переживай, она просто боится, что Генка у нее хочет квартиру оттянуть. Да нужна она меня, халупа. У меня после покойника трехкомнатная осталась. Хоть на велосипеде катайся. Ты это, покупателя на машину нашла? На машину нашла и на гараж. О цене сговорились, все нормально? Сговорились. Через неделю привезут деньги, так что поедем мы с Генечком путешествовать. Но надо же мы после зоны на солнышке погреться. Ну, молодцы. Все готово, заводи, проверяй. Вот что значит крепкая мужская дружба. Получается, Виктор сосватывал Екатерине брата своей сожительницы? Ну, он ему вроде как симпатизировал, может быть даже жалел. Да не похож этот Виктор на Добренького. И как-то он невзначай Катю о деньгах спросил. Одинокая кокетка с кучей наличности. То есть ты хочешь сказать, что он Кате специально подсунул уголовника, чтобы кто-то ее ограбил? Хорошо, если только ограбил. По-моему, у этого Виктора столько зла на женщин. Я вообще за нее боюсь. Ладно, поехали в офис. Мы так поняли, что Геннадий недавно переехал к Кате и, похоже, они счастливы. Интересно, откуда Виктор знает Катю? Ну, она работает официанткой в кафе. И, возможно, у нее широкий круг знакомств. Учитывая то, что дамочка-то, она общительная. О, смотрите, Виктор домой пришел. Витя, ну что ты тут все в центре комнаты ставишь? Давай на кухню все отнесем. А я хочу, чтобы мы сегодня тут с тобой сегодня поужинали. Со свечами, с музыкой, с танцами. И с вином. Ну, ты что, это же не самогон какой-то. Это же для здоровья полезно, Рин. Ты что, это же романтика, а? Лучше бы ты деньгами взял. У нас вон холодильник старый, и на ее газ ездить хочется. Ну, ты не босинами. Через две недели поедем загорать. Я тебе шубы куплю роскошные, а? Рин, ну что? Ну, иди сюда. Сюда иди. Это же романтика, Рин. Ну, иди сюда. Что? И что это у тебя духами женскими пахнет? Рин, ну ты что? Ну, почти у него машина на бабенке одной, а? Вот она продуктами расплатилась. Рин, ты чего? Ну, мне тут шабашка намечается. А, тут дружбан позвонил сегодня. Слушай, пусти, а? Сходи вон за хлебом, принеси мне соку какого-нибудь и рубашечку поменяй. Сейчас. Все. Послушайте, мне одному кажется, или дело пахнет криминалом? Да, запашок чувствуется. Только доказать мы ничего не можем. Мы же не видели, как Виктор с Геннадием договаривались. Ну да, судя по распечатке, он ему даже не звонил. Ну, номер может быть оформлен на подставное лицо. Или вообще для своих дел они пользуются левой сим-картой. Вывод, чтобы у Кати установить аппаратуру. А вы? Я попозже присоединюсь. Надо навести справки о подружке нашего Геннадия. День добрый. Здравствуйте. Левашова Екатерина Ивановна, это вы? Я. Распишитесь, пожалуйста. И получите. А от кого это? Да откуда же я знаю? Мое дело доставить по адресу, а ваше дело радоваться. А сколько там цветочков? Двадцать пять, по-моему. Будь ласточкой. Достань один и спустись этажом ниже. Там такая бабка откроет в халате. Передай ей. Скажи, что от меня. С намеком. Понял? Понял. А я-то сижу, жду. Ты знаешь, Катя, ты не такая уж простая, какой хотела показаться Виктору. Я даже не знаю, дома этот Геннадий или нет. Ну, хочешь, я потом попозже схожу. Но, во всяком случае, Виктора и Риту мы видим. Ужинают? Да, Виктор уговаривает Риту выпить вина, а так говорит, что у него почки больные. Погоди, слушай, это его что, с двух бокалов так развезло? Или он уже на клюку не пришел? Не знаю. Выпей, а? За нас. За наше чувство. За наше светлое будущее. И за большую чистую любовь. Ведь я же тебе сказала, я сок пью. Это химия. А тут натуральное все. Рит. Петя, Петь, спишь что ли? Говорила же, не пей. Алло, да, он спит, устал. А кто это? Алло, алло. Хотел бы я знать, кто это звонит. Слушай, а это не Геннадий, смотри. Ты что, к полу прилип что ли? Пошли уже. Катюха, в спину как будто кто-то дышит, знаешь, следят как будто за мной. Да мой у покойника то же самое после зоны было. Говорит, иду и кажется, что все на него таращатся. Тут другое дело, знаешь, курьера-то с цветами. Слушай, хватит комедию ломать, пошли уже, ключи не забыл? Да все при мне. Пошли, Витька спит уже. Да, спит и видит, как тебя ограбить. Ты понял, это Катя звонила Виктору. Игорь Петрович, Геннадий рядом с Катей. Кажется, они идут к Виктору и Рите. И Виктор, кстати, заснул от вина, которую дала ему Катя. Очень вовремя. Я скоро буду у них дома. Я кое-что выяснил по этой Кате. Так, и что? Ну, есть информация, что у нее был любовник, налетчик. Содержал ее. Но год назад в зоне убили его. Ну, теперь понятно, почему она на судимого клюнула. Видимо, ей нравится такой тип мужчин. А может, она их тип? Та еще штучка криминальная. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Помощники детектива ожидали Геннадия и Екатерину у дома, где жила Маргарита Носкова. Там шеф как, на месте? Да, на месте. И камеру установил. А ладно, вот что. Ты смотри за ограблением в онлайне. А я пойду поднимусь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Попустись! Андрей Макридин разыскивает своего судимого отца Геннадия Носкова, чтобы сделать генетическую экспертизу и в случае несовпадения аннулировать отцовство. Родная сестра Геннадия выгнала бывшего заключенного из дома. Сожитель Риты Виктор познакомил Геннадия с официанткой Екатериной Левашовой для того, чтобы ее ограбить. Но у Носковой Левашовой другие планы. Тихо, 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 тихо. Вот так. Сиди аккуратно. Что здесь происходит? Рит, вы не волнуйтесь. Я частный детектив, моя помощница к вам заходила. Это Генка, что ли? Он меня что, убить хотел? Нет, хотел в гости зайти без приглашения. Гена, Гена, с тебя приходим. Алло, эй. Ритка, тварь. Ген, ну я тут при чем? Ты же сам ко мне вломился. Ты меня что, убить хотел? Да говорил я тебе по-хорошему. Давай квартиру матери распилим, а? Сама же знала, что мне жить негде, а? Это что, из-за квартиры, что ли? И он все знал? Он же мне на юга обещал. Да лоха твой, Витька, а? Он мне сам свою знакомую в бабеху под бок подсунул. Хотел, чтобы мы вместе с ним ее грабанули. О, Господи. А Катюха оказалась нормальная. Пригрела меня, понимаешь? Накормила и в душу, как некоторые, не плюнула. Что ж ты за наказание на нашей семье такое? Ладно, я полицию вызываю. Алло, дежурный? Вызыв, примите. Детектив позвонил Андрею Макредину и попросил его приехать к дому Маргариты. Ну, в общем, расклад такой. Геннадий пришел к сестре, а она его не приняла. А вот сожитель ее, Виктор, как раз решил твоим отцом воспользоваться. Не отцом. Ну да, да, оговорился. Так вот он подсунул его своей знакомой Кате. Надо же, и уголовника не испугалась. Да ей не привыкать. Был у нее уже любовник-уголовник, налетчик. Вроде бы даже она им помогала, вот только тогда доказать ничего не смогли. Да, мурка, значит. А сейчас ей зачем налет понадобился? Да привыкла она жить на широкую ногу. Любовник выше ее избаловал. Дорогие подарки дарил. Потом мог сорвать ее с работы и отвезти на курорт. Ну, захотелось ей продолжение банкета. А отец, значит, Геннадий захотел получить квартиру в наследство. А другой родни у моей тети нет. Да? Спроси мне сам. Сейчас в этот. Ты меня узнаешь? Вспомнил. Мы виделись тринадцать лет назад. Да пошел ты под заборник. Раздюнился, как баба. Я хочу, чтоб ты знал. Ты сядешь из-за меня. Из-за того, что я решил тебя найти. Простить нельзя забыть. Что вы сказали? Я думаю, ты в нужном месте поставишь запятую. А как бы вы поступили на моем месте? Наверное, так же поступил бы. Главное. Главное всегда оставаться человеком. На основании результатов генетической экспертизы суд удовлетворил иск Андрея Макридина об аннулировании отцовства. Андрей работает в полиции. Геннадий и Екатерина были осуждены на шесть лет лишения свободы. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. Детектив Лукин возвращался с работы и решил занести документы клиенту по предыдущему делу. Черт, да? Опять придется идти пешком. Двадцать шестая. Наконец-то. Помогите! Девушка, а чем я могу вам помочь? Не подходите ко мне! Я сейчас полицию вызову. А, так я сам сейчас вызову, вы что? Нет, нет, не подходите ко мне! А, вы пистолет испугались? Да вы не волнуйтесь. Я частный детектив. Я к вашим соседям пришел, к Соколову. Мне надо документы передать. Игорь Петрович Лукин, детектив. А я Алина Семенова. Ой, можно с вами поговорить? Ну да, конечно. Присаживайтесь. Хотите чаю у меня здесь? Давайте сразу к делу. Неделю назад убили мою подругу. Я Лину Кузнецову. Я зашла в ее квартиру. Она, это, мертвая лежит. Ну, дверь-то была не заперта. В общем, я испугалась и убежала. А недавно я вышла с работы. И вдруг машина какая-то черная подъехала. Из нее мужик выскочил. Давай меня в машину запихивать. Я как начала орать. Ну, отбилась в общем. А в полицию обращались? Ой, а смысл? И потом мужика того я не рассмотрела. Мне теперь вот приходится дома сидеть и маскироваться. Все-таки я не пойму, почему вы не хотите обратиться в полицию? Ну, понимаете, просто я с Галей из одной деревни. А у Гали такая работа была. Ну, в общем, если узнаю, что я была с ней, то подумают, что я тоже этим занимаюсь. Она что, проститутка работает? Да, ну я никак не знала раньше, честное слово. Я Галю сюда приехала три года назад, а я в прошлом году. Так я это, пришла к ней и думала, она мне с работой поможет. А она... Ты где ночевать-то собираешься? Ой, а у тебя нельзя? Ну, я это, я на работу устроюсь, потом комнату сниму или, ну, в общежитие перееду. Работу. Ты что, умеешь-то хоть? Компьютер знаешь? Не, ну я не знаю, но я научусь. У меня же это, в школе пятерка была бы информатике. Девочка, здесь тебе не школа. Ладно, с работой я тебе помогу. А что за работа? Работа с мужчинами. Ну, типа как-то со своим Петькой, только за деньги. Нет, Галя, я так не могу. Я... да я лучше палой буду мыть. Дура, и много ты так заработаешь поломойкой? Тебе даже на угол не хватит. Спасибо, Галя, я как-нибудь сама. В общем, конечно, мне первое время трудно пришлось. Я и на вокзале ночевала пару раз. И потом только продавщица устроилась, и точный магазин. И там вот работала, пока на меня не напали. А с Галей мы потом случайно встретились, да, ну и вроде как помирились. А к Гале вы зачем приходили? А, ну так это я ей блузку отдать, и сумку. Она мне давала поносить, но давала мне на свидание сходить. В Екатеринбурге разыскивают женщину, которая оставила свою новорожденную дочь в холле детской больницы. Кузнецова, Галина. Лукин позвонил помощникам в офис и дал задание раздобыть всю возможную информацию по убийству. Детектив приехал к следователю Тюрину, который вел дело, чтобы сообщить о свидетельнице и подруге убитой Галине Кузнецовой. Добрый день. А, частный детектив. Держиный предупредил, что вы хотите что-то сообщить. Лукин Игорь Петрович. Мадвей Сергеевич. По какому делу к нам? Меня интересует убийство женщины на Луговой 15. А, проститутки. 35-я квартира, Луговая, дом 15. Это? Это, это. Ну если ищите убийцу, то уже опоздали. Подозреваемый сидит в КПЗ. Ну, правда, пока на него административку оформили, ну типа ругался пьяный матом в подъезде. Судья дал 15 суток, пока не признался. Думает. У меня есть девушка, подруга Кузнецовой. Но в тот день она зашла в квартиру Кузнецовой, увидела эту мертвую, испугалась и убежала. Тоже проститутка? Да не похоже. Говорит, просто из одной деревни. Ну, и если бы была коллегой, конечно, поинтереснее. Клиенты, друзья. Ну, пусть она завтра ко мне приходит. Сниму показания. Да боится она. Говорит, что ее пытались похитить. А этот подозреваемый кто клиент? Водитель. Ну, если она ничем эдаким не занимается. Кому она нужна? Может, врет? Да не похоже. Слушайте, а вы сейчас куда? До моста меня не подбросите? А то безлошадная сегодня. Да, конечно, поехали. А я так понимаю, что на водителя железобетонных улик нет? Есть косвенные. В доме было все перевернуто. Видимо, искали деньги. И, по-моему, нашли. Потому что мы денег в квартире не обнаружили. А вот золотишко осталось нетронутым. Он знал, что мы можем его вычислить, пройдясь по скупкам. Возможно. Присаживайтесь. Спасибо. Эта Кузнецова была эдакой элитной проституткой. Работала дома или по вызову. В 12 часов она позвонила Машутину. Велела приехать к трём. А Машутин – это водитель? Да. Он приехал к трём, как она и велела. А потом он говорит, что она ему позвонила и отменила вызов. Действительно, есть звонок в 15.15. С телефона Кузнецова на мобильный Машутина. Но не факт, что он уехал. А убийство произошло между 16 и 17 часами. Понятно. А труп кто обнаружил? Соседка. Мы его взяли ночью, пьяного в дупель у себя дома. А дальше мотив. Так. Примерно три месяца назад он развёлся с женой. В час дня она ему позвонила. Разговор был насчёт денег. Она требовала 50 тысяч рублей. Если не отдаст, тогда подаст в суд. Ну, алименты, то всё. Ну, а он был пьяный в сельку и пояснить ничего не может. Точно. Говорит, расстроился из-за звонка жены. Напился. Ничего не помнит, не убивал. Алиби нет, денег нет. Ну, обычная песня. О, вот здесь меня остановите. Помогу я завтра с Машутином поговорить? Приводите завтра вашу свидетельницу и поговорите с Машутином. Как его имя отчество? Ну, узнаю хватку опытного овера. Сергей Васильевич, 38 лет. После беседы со следователем, Лукин вернулся в офис для того, чтобы посмотреть информацию на подозреваемого Машутина. Алло, Фёдор, ну что у вас там? Ну, хорошо, давайте по домам. А тебе на завтра задание будет. Я сейчас распечатаю информацию на некого Машутина, оставлю тебе на столе. Ты узнай, пожалуйста, что он делал 15-го числа этого месяца. Ну, с соседями поговори. Алине передай, завтра в 9.30 я к ней заеду. На следующий день Лукин Игорь Петрович заехал за Алиной Семеновой. Доброе утро. Доброе утро, пристегивайтесь. Куда едем? В полицию. Да вы не волнуйтесь, ни соседи, ни родственники ваши ничего не узнают. А по закону вы обязаны дать показания. О, господи, а без полиции никак нельзя? Скажите, у Гали друзья были? Ну, она одна работала или кто-то помогал в поиске клиентов? А, вы имеете в виду, был ли у нее сутенер? Вы это хотели спросить? Вот именно. Ой, я не знаю. Я знаю только, что ее возил один и тот же водитель, Сережа. Скажите, а вот в тот день, вы вспомните, до того, как прийти к Гале, вы с ней разговаривали? Ну, может, вам что-то запомнилось? Да нет, ничего особенного. Хотя, да нет, это ерунда. Так, 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 ну-ка, рассказывайте. А, так это, ну, Галя, она когда давала вещи, она никогда не оговаривала срок отдачи. А в этот день она попросила сумку принести срочно. Я даже переспросила и блузку тоже. А про блузку она, наверное, забыла, как-то странно. Так, сейчас эта сумочка где? Дома. Дома? Так, едем домой. Подождите, а полиция? Позже. Она пустая, я из нее все вытащила. Ой! Спокойно. Где у вас компьютер? У нас нет компьютера. Значит так, поступим как вчера. Закрывайте двери на замок, никому не открываете. Я съезжу в офис, потом вам позвоню. Обсудим дальнейшие действия. К детективу обратилась Алина Семенова, у которой убили подругу, а ее саму пытались похитить. В процессе расследования выяснилось, что подруга Галина Кузнецова работала девушкой по вызову. Детектив Лукина обнаружил в сумке убитой, которую та дала на время Алине флеш-карту, вшитую в подкладку сумки. Доброе утро, Игорь Петрович. Доброе утро, Ань. Кофе сделай. Хорошо. Так, Аня, кофе отменяется. Иди сюда. Иду. Смотри, кажется, мужик знакомый какой-то, а? А, ну так это ж Марецкий. Это бизнесмен. Он недавно приехал к нам в город строить заводы по очищению чего-то там, я не помню. Пытается пробраться в политику. Даже так? Да. Игорь Петрович, я выполнил задание. Быстро. Ну, давай. Ну, что у тебя? В общем, до часу дня Маршутин был дома. К нему заходил сосед за дрелью. Потом, в начале второго, он сел в свою машину и уехал. И увидела соседка, мамаша с ребенком. Дальше его следы теряются. Но! Я набрел на одну компанию подростков, которые засняли его пьяным на телефон. Вот, посмотрите. Я моржу! Все, давай, все. Сваивай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ну да, смешное алиби. Нарочно не придумаешь. В общем так, Федор, заедешь за клиенткой и отвезешь ее к следователю Тюрину. Дождешься, пока он ее опросит. Потом отвезешь ее обратно домой и будешь находиться с ней. Понял? Угу. Ань, посмотри, где находится офис Морецкого. Хорошо. Федь, давай. Давай. Так. Улица Центральная, дом 20, офис 143. Отлично. Поехали. Угу. Мы до сих пор не знаем, Морецкий заказчик убийства или жертва шантажа. Ну, а что же мы будем делать? Попробуем взять врасплох. Вот, смотрите, Морецкий. Ну все, действуем, как договорились. Детективы приехали к офису бизнесмена Антона Морецкого. Ну, мне ясно, да. Мне ясна ситуация, поэтому мы должны с тобой встретиться и обсудить. Хорошо, я тебе перезвоню. Привет. Привет. Привет я хотела передать от Гали Кузнецовой. Не знаю такое. А улица Луговая ни о чем не говорит? Ладно, говорит. Пошли поговорим. Эй, уважаемый, зачем ты так грубо с девушкой? Слышишь, мужик, иди отсюда, иди. Без себя разберемся. Не получится. Девушка со мной. Ах, так вы вдвоем. Как же я сразу не догадался. Понятно. Ты же сказал, позвонишь сначала. Скажешь, когда подготовить деньги. Галя Кузнецова убита. Так что вам придется проехать в полицию и рассказать о ваших с ней отношениях. Галя Кузнецова убита? Я так понимаю, вас шантажировали? Ну да, шантажировали немножко. Я получил письмо на электронную почту. Ну, с разными подробностями. Ну, а взглянуть на это письмо можно? Да можно, конечно. А вы что, не верите мне? Ну, давайте пройдем в офис. Хорошо. Так, подожди в машине. Через 20 минут Игорь Петрович вернулся из офиса Морецкого. Ну что, удачно? Да. Отправил копию письма себе на e-mail. Еще на флешку копию скинул. Но остальное просто. Остается выяснить, откуда был послан e-mail. Думаете, преступник скажет, что он компьютер в глаза не видел? В принципе, да. Но теперь-то ясно, что преступник в квартире искал не деньги, а флешку. Ну, а деньги, если там и были, он их взял так, чтобы инсценировать ограбление. Значит, Алину он знал и решил, что флешка у нее. А он, видимо, знает, где Алина работает, но не знает, где она живет. Так она уже неделю не работает. Ладно, сейчас отвезу следователю копию письма. Надо людей подключать. Ой, Игорь Петрович, чувствую, я бы что-то придумали. Ну да. Ты когда-нибудь цветами торговала? Детектив Лукин договорился со следователем Тюриным о совместных действиях по розыску преступника. Сотрудники полиции быстро вычислили, с какого адреса поступило электронное сообщение от шантажиста. Ну все, до завтра. Спасибо, Игорь Петрович. Да ну, Матрёй Сергеевич, вам спасибо. Кооперативно вычислили адрес. Работа такая. Да это Рукавишников, он с компьютерами не дружит. Даже не шифровался. Повезло. Ну что, до завтра. До свидания. Ну что, отвезу тебя сейчас домой. Готовься к завтрашнему дню. Отдохни, выспись. Да, ну и рожу этого Рукавишникова. Ну это только в американских фильмах. Сутенеры имеют презентабельный вид, ездят на кабриолетах. А у нас климат не тот. Садись. На следующий день помощница детектива Анна вышла на работу в цветочный магазин, в котором ранее работала клиентка сыщиков Алина Семёнова. Здравствуйте, девушка. Наконец-то мы открылись. Вам букетик составить? Нет, спасибо, но мне очень нужна ваша помощь. Здесь работала моя знакомая, мы из одной деревни, земляки с ней. Я телефон ее потерял, а мне ее отец названивает, не может ее найти никак. Вы про Алину говорите? Да, про нее. Может, поможете как-то? А давайте я вам ее номер телефончика запишу. Ой, было бы очень здорово. А вас зовут как? Аня. Спасибо, Анечка. Может быть, еще адрес написать? Было бы вообще здорово. Хорошо, сейчас. Так а чего вы неделю-то не работаете? Она заболела, что ли? Ну да, говорят, приболела. О, ну тогда я сейчас за апельсинчиками, за вареницем. Спасибо, нет, не забывай. Ну все, всего доброго. Алло. У нас все по плану? Хорошо. Наблюдение за Рукавишниковым привело помощника детектива Федора к дому Алины Семеновой. Игорь Петрович, объект зашел в подъезд. Понял. Руки. Что за дела? А-а-а! Грабят! Ори громче. Не грабят, а задерживают. Нам как раз понятые нужны. Давай. Я к подруге пришел. К подруге. Вот так теперь к подругам ходят, да? Павел Федоримонович Рукавишниковым, вы задерживаетесь по подозрению в убийстве Кузнецовой Галины. Проникновение в жилище так до кучи. А будешь упираться, будешь еще и сутенерство припишем. Зараза. Чувствуй, что сегодня не надо на улице соваться. Слушай, Рука, правильно кличку называю? Ага. Давай я тебе начало подскажу, а ты продолжишь, как было. Вы с Кузнецовой решили пошантажировать бизнесмена Морецкого. Ну, у вас там чего-то пошло не так, вы с ней поругались, и ты ее убил. Так? Так? Интересно рассказывает, а? Давай дальше. Вот какой наглый пошел преступник, а? Вот что, Рука, подвели тебе современные технологии, вычислили тебя по индивидуальному электронному адресу. Ты же письмо-то написал на домашнем компьютере. А все логи и прочая информация сохранились на сервере. Да ладно, разродить. Лоха нашли. Доказать надо сначала, а? Вызывай о свидетеля. Ковалев, давай свидетельницу. Алина, вы не волнуйтесь. И ничего не бойтесь. Посмотрите внимательно. Раньше вы этого человека видели? Ну, так я это... Я же лица не рассмотрела. Ты что, Бура? Господи, это он. Это его запах такой специфический. Перегары табака. Он когда на меня сзади накинулся, от него вот пахло прям перегаром и табаком. И пальцы кривые. Сама ты дура кривая. Успокойся. Спасибо, Алина. Вы нам помогли. Внизу подождите. Убита девушка по вызову Галина Кузнецова. Кто-то пытался похитить подругу убитой, Алину, у которой, как выяснилось позже, оказалась компрометирующая видеозапись, о существовании которой она даже не подозревала. Детективы вышли на след сутенера Галины, в котором Алина и узнала своего похитителя. Ладно. Не хочешь признаваться? Мы тебя по полной раскрутим. Пятнашка за убийство, десятка за сутенерство. Не выйдешь уже, рукавишников? Да стоп. Готов сотрудничать со следствием. Ну, в общем, решили мы с Галкой срубить бабла с этого, как его, с Морецкого. Он к ней раньше приходил, а тут она мне говорит, по телеку его видела, мол, бизнесмен он известный. Значит, с Кузнецовой из-за денег поссорились. Да дура она. Тупая и упертая. Где флешка записи? А деньги где? Что ты тянишь, мамила? То ли ты отправил письмо, то ли не отправил. Ну, заберешь флешку и свалишь. Сначала давай мне деньги, а потом уже получишь флешку. Гарантий у меня никаких. Дура, какие тебе гарантии? Сиди тихо, не рыпайся. Не лезь в дела серьезные. Серьезные дела? Я, между прочим, камеру за свои деньги купила. Клиента дождалась. С Маритки, между прочим, тоже моя идея была. Тоже мне сутенер. Ни защиты от тебя, ни пульс. Сидишь, только синьку хлебаешь. Не твое дело. Я спросил, флешка где? В Караганде. Принесешь мне деньги, получишь свою флешку. Все просто. Ну, займи и в конце концов у кого-нибудь. Идиотка, так дела не делают. Либо ты в доле, либо нет. Будем считать, что я тебе свою долю продаю. Принесешь мне деньги, я отдаю тебе флешку. Ну, вообще, подрались мы. Долбанул я ее по башке, потом понял, облом. Не будет флешки, не будет бабла. А мне валить нужно было срочно. Должок был один серьезным людям. Через три дня надо было отдать. И вы задушили ее? Да, задушил. Ну, деньги так, для понта взял. Знал, что к ней водила должен подкатить. А тут вдруг эта деваха нарисовалась. Ну, та, которая с цветами. Дверь не заперта была. Откуда вы узнали, где она работает? Да у Галки подруг не было. Боялась она. Ее уже товарки пару раз грабили. Ну, а эту знал, что они из одной деревни, в общем. Понятно. Ну, что, Матвей Сергеевич, пожалуй, я тебе больше не нужен. Спасибо, Игорь Петрович. Я теперь ваш должник. Обращайтесь, если что. Рукавишников отбывает наказание в колонии строгого режима. Алина познакомилась с молодым человеком. Они готовятся к свадьбе. Детективы приглашены на семейное торжество. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. Помощник частного детектива решил приобрести в подарок другу собаку редкой породы и приехал по объявлению к хозяйке щенка. Извините, а вы не виделись вот девушку со щенком? А вы Федя? Я Оксана, это я вам звонила. Вот это разве ченук? А разве не похож? Как-то не очень. Потом мы с вами о щенке говорили. Ну, Элочка, она очень быстро к вам привыкнет. Она очень умная собака. Выручите меня, пожалуйста. Я бесплатно отдам. Еще не усыпила свою людоедку. Еще раз увижу. Шкуру с нее спущу. А я скажу, что это вы отца убили. Чего? Ну-ка, повтори. Только не надо девочке угрожать. Собаки, кстати, пьяных не любят. Ты кто такой? Ваше счастье, что мне некогда. Еще встретимся. Вот видите? Ну, выручите меня, пожалуйста. Ну, он же отравит Элочку. А родишь, я твоей девочке личико попорчу. Да, вижу, у вас тут все серьезно. Ну, может быть, вы мне все расскажете? Может, я смогу чем помочь? Да чем тут поможешь? Это сосед отца по гаражу. Живет вон в том доме. А почему вы сказали, что он убил вашего отца? А у вас есть немного времени? Пойдемте ко мне, я вам все объясню. Куда? Сюда? Сюда. Элочка, идем домой. Домой идем, Элла. Ну, и где он есть? Федь, ну ты где? Тебя Игорь Петрович уже два раза спрашивал. Ну, да, это я все говорила. Да я уже не знаю, что врать. Ну, понятно. Я просто пытаюсь одной будущей маме помочь. Я надеюсь, что Игорь Петрович за это возьмется. Ну, будущим мамам Игорь Петрович еще ни разу не отказывал. Давай, привози, только быстро, он тебя заждался. Ясно, ясно, хорошо. Давай. Так, Оксана. Неприятная у вас история. Давайте вы ее моему шефу расскажете. В смысле? Ну, он частный детектив. Возможно, сможет помочь. Мой телефон у вас уже имеется. Вот, на всякий случай, визитка. Тут еще телефон нашего агентства. Это было бы просто здорово. О, это муж пришел. Я сейчас. Привет. Представляешь, частный детектив согласился взять... Ксюша, хорошая моя. Мы же договорились, что ты больше не будешь об этом думать. Хорошо. Сергей, Федор, Федор, вы согласны, что для будущей мамы самое главное – это покой? Ну, так пусть полиция занимается своей работой, а мы будем просто ждать нашего малыша. Конечно. Я просто хотел предложить помощь. Супчик есть? Есть. Разливай. А я пойду руки помою. Всего доброго. Вы его извините. Я обязательно приду, когда Сережа не будет. Хорошо? Хорошо. Всего доброго. До свидания. На следующий день Оксана Рябинина пришла в офис детективного агентства. Здравствуйте. Оксана. Я вас слушаю. Папу нашли с проломленной головой за гаражами. 20-го числа около 11 вечера. Следователь сказал, что его убил какой-то отморозок в целях ограбления. А что, у отца было что взять? Да в том-то и дело, что нечего. Конечно, при нем не нашли мобильного телефона и денег. Но так денег и не могло быть. Ну, вы сами подумайте. Ну, кто ходит в гараж с деньгами? Ну, а ключи от квартиры, от гаража? Ключи все при нем были. Ключей грабитель не взял. Значит, не домушник. А зачем вообще отец вечером пошел в гараж? Так он погреб рыл. Какой погреб? Ну, Жигулин, вы его видели, не разрешил отцу погреб рыть. Мол, у его гаража стены рухнут. В общем, Виктор Михайлович как-то днем рыл яму. А Жигулин проходил мимо, увидел это и устроил скандал. Ну, в общем, слово за слово дело чуть до драки не дошло. А Эля, собака их, бросилась, конечно, защищать хозяина. А Жигулин не один был, он с дочкой был. Он Катюшку на руки взял, а Эллочку пнул. Но она, конечно, защищать бросилась. Он как-то неудачно повернулся. И, в общем, Элла задела девочку лапой прямо за лицо. Да. Но она чуть-чуть задела. У Катюшки еле заметный шрамик. Значит, вы думаете, что этот самый Жигулин мог убить вашего отца из мести? И собаку убить, и лицо будущему ребенку Оксаны испортить. А вы следователю об этом говорили? Нет. Папу уже не вернуть. Жигулин, он один дочку растит. Ее мама при родах умерла. Игорь Петрович, ну, надо с этим делом разобраться. Жигулин же может там таких дров наломать. Да понимаю. Хорошо, я лично взгляну на этого Жигулина. Если надо, свяжусь со следователем. А сейчас давайте я вас отвезу домой, а по дороге кое-что уточним. А что сегодня на обед давали? Котлетки вкусные, суп. После разговора со следователем, Лукин решил дождаться Жигулина у детского сада. С дянечкой в крупе лепил. Молодец. Не болит? Нет, папа, почему ты все время спрашиваешь? Не спрашиваешь. Ну, пойдем. А это не ваш мячик, а? Спасибо, не наш. Ну, уж, конечно, не ваш. В Нижнем Новгороде закончился судебный процесс по делу врача. Всего одного, но зато какого. Благодаря своим профессиональным навыкам мужчина неофициально стал одним из самых высокооплачиваемых сотрудников клиники. Но о лечении пациентов речи при этом не шло. Скорее наоборот. В том, чтобы больные поправлялись, медик был абсолютно не заинтересован. Кей, сделай потише. За что и от кого доктор регулярно получал материн. Добрый день, девушка. Скажите, Александр Жигулин у вас работает дальнобойщиком. Вы знаете, мне очень нужно знать, был ли он в рейсе 20-го числа. Девушка, ну, я по личному вопросу. Ну, мы как бы встречаемся, и он обещал быть у меня 20-го. И сказал, что его в рейс поставили. Скажите, пожалуйста, мне очень нужно знать. И это только между нами. Да вы что? Ну, ясно, да. Да, спасибо вам большое. Ну что, сдала его диспетчер с потрохами? Сдала, а она сказала, что 20-го в рейсе его не было, потому что его как раз накануне уволили. Но еще посоветовала быть поосторожнее, а то мало ли вдруг что из квартиры сопрет. А я поговорил со следователем. В общем, Рябинина нашли на тропинке, которая ведет к дому Семеновны. Ну, она самогоном торгует, особенно по ночам у нее бойка идет торговля, когда водку в магазинах не продают. Ну, а с Жигулиным-то вы поговорили? Хотел, но не стал. Так только посмотрел. Действительно, у девочки шрамик небольшой на щеке. Я думаю, не стал бы Жигулин за этого рисковать. Ну да, действительно, если его посадят, то кто же будет дочку поднимать? Все равно надо было спросить, где он 20-го вечера был хотя бы. Ну и что? Ну, сказал бы он, что был возле дочери, и что? Ну-ка, ну-ка, сделай погромче. Бабуля, хочу кефир. Кефир Бабулькин. И будут здоровы не только внучки. В прямом эфире на пятом канале. Ну, не знаете, кто это? Это дочь Жигулина. Да ладно? Есть такие амбициозные родители, которые детей пихают в рекламу, ну, в надежде, что потом у них артистическая карьера начнется. А если из-за этого шрама с Катей прервали контракт, то я представляю, как взбесился Жигулин. Ну да, тем более его с работы турнули. Он вполне мог напиться и обвинить во всех своих бедах Рябинина. Да, значит, придется Жигулину все-таки потолковать. Ладно, будьте на связи. И что удивительно, все по закону. Разыскивая Александра Жигулина, Игорь Петрович приехал в гаражный кооператив. Вечер добрый, Александр Васильевич. Ну вы... Ну вы? С мячиком. Не понял. Оксана считает, что вы убили ее отца. Но если мы сейчас с вами не поговорим, она ведь в полицию пойдет. Фу, дура. Ну дура. Что она вам рассказала? Что я отомстил за Катю? Ну если учесть, что с вами расторгли контракт. И расторгли? И что? Рябинин мне живой нужен был. Мы с ним договорились. Договорились? О чем? О компенсации. Он мне денег обещал. Много. Интересно, откуда у простого тохаря много денег? Он собирался продать квартиру. Купить в меньшей площади. Разницу мне. Так вы что ж, заставили его? Или он был совестливый? Да, совестливый. Упертый, но совестливый. А что? Катюха могла мне с вселенной остать. А теперь на карьере по телеку крест. Да я бы сам этого убийцу придушил. Что я теперь поймею из покойника? Дырку от бублика? Да понимаю я вас. И все же, Александр Борисович, двадцатого вечера вы где были? Да с Катюхой я был. Теперь отвали. Мне подчиниться надо. Таксовать буду. Ну, извините. Всего доброго. Папа мне ничего об этом не говорил. Ну, он, конечно, добрый человек. Но чтобы поменять квартиру, у нас ведь прибавление скоро. Да. Скажите, а после смерти отца вы его бумаги не разбирали? Есть, но совсем немного. Подождите. Детектив Игорь Лукин участвует в расследовании убийства Виктора Рябинина. Дочь убитого Оксана считает, что отца из чувства мести убил сосед по гаражу Александр Жигулин. Собака Рябининых оставила на лице дочери Жигулина шрам. Девочка снималась в телевизионной рекламе, и шрам на лице мог послужить причиной для расторжения контракта с Катей. Вот, это все, что есть. Так, что здесь? Считай за квартиру. Ну, все по месяцам разложено. Так, это у нас что? Вот, это договор на оказание риелторских услуг. Вот, посмотрите. Получается, папа Жигулина не обманывал? И число стоит 18-е. Скажите, Оксана, а ваш муж не мог знать о том, что отец собирается продавать квартиру? Да нет, откуда? Он с счетами не разбирается, да он даже не знает, где они лежат. Но, Игорь Петрович, получается, если есть договор, значит, Жигулин папу не убивал? Тогда кто? Надо искать человека, у которого есть мотив. Вы сами что думаете? Я даже не знаю. Вы столько лет прожили с отцом, и что, даже ничего не знаете о его жизни? Я с отцом живу 4 месяца. Когда родители развелись, мы переехали с мамой на квартиру к отчему. Первое время все хорошо было, а потом, когда мы с Сережкой пожениться решили, тут Андрей Николаевич, так сказать, и показал себя во всей красе. Ты можешь шутить сколько угодно, только вот мне, ни Сереже, ни твой ребенок, мне здесь не нужен. Вообще, ты подумала, на что твой жених будет содержать свою семью? Андрюш, ну перестань, пожалуйста, ну мы же все были молодые, нам всем родители помогали. Родители? Вот именно. Только вот я никак не могу понять, как ее бабочка твоей дочери помогает. Андрюш, ну у нас квартира больше, здесь им будет удобнее. Это у меня больше, и мне неудобно. Да вообще, я не хочу себе сажать на шею трех эждивенцев. Ну вы же знаете, что Сережа учится и подрабатывает. А-а-а, отлично, отлично. Вот, и будете снимать комнату. Андрей, Андрей! Я в этот же день собрала вещи и уехала из квартиры. Мама первое время переживала, а потом смирилась. Ну а жилье снимать вы не пробовали? Да зачем? Я пришла к папе. Он так обрадовался, Сережку как родного принял. Внука ждал, да он и погреб рыть начал в гараже, только чтобы заготовки для малыша делать. Это что же получается? Убийцу папа не найдут? Ну выводы делать рано. Вот что, Оксана, спасибо за чай, я вам обязательно позвоню. Ну что, молодежь, какие будут версии? Ну тупик какой-то. Может быть, версия следствия все-таки правильная? Рябинин убил какой-то бомж? А может быть, отработать версию с продажей квартиры? Ну, например, кто-нибудь очень не хотел, чтобы она была продана. Ну, в принципе, если есть гараж, логичнее было бы продать гараж, правильно? Мне Оксана говорила, что гараж записан на мать. На мать? Тогда это многое меняет. Значит, нужно поговорить с бывшей женой Рябинина. Этим я завтра займусь, а сейчас подам. На следующий день Игорь Петрович пришел на квартиру отчима Оксаны. Ваш бывший муж просил у вас разрешение продать гараж? Да, просил. А что случилось-то? Ну и как прошел разговор? Да, плохо прошел. Да вы не могли бы мне поподробнее рассказать? Ты нанес ущерб? Ты компенсируй. А при чем здесь мой гараж? Понял. Хорошо. Придется поменять мою квартиру на меньшую. Ну что ж, Татьяна Георгиевна, спасибо, что уделили мне время. Ой, что случилось? Вы знаете, вот так всегда со мной. Как вот неудачно встану, так старый вывих дает о себе знать. Так вы хоть идти-то можете? Боюсь, что пока нет. Лед у вас есть? Да, конечно. Я сейчас принесу вам. Да-да, спасибо большое. Да, я сейчас принесу сейчас. Ну что, есть картинка? Картинка есть. И со звуком все в порядке. Татьяна, видимо, хотела что-то мужу сказать. И чего нам теперь до вечера тут торчать? Погоди-ка, может и не придется. Слушай, я с полдороги вернулся, дома мобильник забыл. Да, я тебе вот только что набирала. Андрюш, присядь, мне с тобой поговорить надо. Послушай, приходил частный детектив. И что? И я ему с дуру сказала, что ты был против продажи квартиры. Был? Ну и что? Да то, что ты в тот день с Виктором встречался. И на тебя могут повесить убийство, потому что у тебя был мотив. И целый вечер я проторчал в букмекерской конторе. Там же посмотрел трансляцию футбольного матча. Ну что, поехали к букмекерам проверять алиби Коврова. Я знаю, где эта контора. Съезди, конечно. Только я почему-то думаю, что Ковров Рябинина не убивал. Но даже если это произошло в полуссоры, не вел бы он жену себя так спокойно. Ну и что нам теперь делать? Встречу с клиенткой. Расскажу, как идет расследование. Алло, Оксана. Здравствуйте, это Лукин беспокоит. Добрый день, Игорь Петрович. Есть новости? Вот как раз хотел к вам заехать. Рассказать о ходе расследования. Часа в три вам удобно будет? Нет, только не в три. Уже Сережа будет дома. А что, по-прежнему считает, что общение с нами вредит вашему здоровью? А мне кажется, что за меня и нашего ребенка он волнуется уже больше, чем я сама. Вы можете приехать прямо сейчас? Ну хорошо. Через 20 минут буду. Хорошо. Жду. Ну все, я к клиентке, а ты проверяй. Алиби Коврова. Детектив рассказал Оксане о ходе расследования. Получается, мама знала о том, что папа собирается квартиру продать. И Андрей Николаевич тоже. И только мне папа ничего не рассказал. Берег вас. Ой, извините. Простите, Игорь Петрович, ну сейчас Сережа придет. Я уже ухожу, ухожу. А он где, если не секрет? Да какой секрет? В гараже яму засыпает. С чего вдруг? Ну, папы больше нет. А кроме него, заготовками никто заниматься не будет. А так вот с Жигулиным мир наладим. Я бы тоже хотел на эту яму посмотреть. Все-таки с нее все началось. Ну, я теперь не знаю с нее ли. Сейчас я только Сереже отвечу. Ну, вы если решите посмотреть все-таки гараж, я позвоню вам, когда за ключами заеду. Я так спросил, из любопытства. Но мы ведь с вами еще увидимся. Ну, конечно, я же продолжаю заниматься делом вашего отца. Опять доску таскала. Я бы сам убрал. Да она легкая. Я рубашки твои гладила. Они в шкафу. Спасибо. Юлюсь Банк, как белый человек. Тетя Лиду, конечно, жалко. Царство Небесное. Но 400 тысяч нам сейчас очень пригодится. Сереж, мы никому не сказали о том, что тетя нам наследство оставила. А может быть, надо было папе помочь? С Жигулиным рассчитаться? Ну, если бы он нам сам сказал, помогли бы. А так, чего теперь вспоминать? Я, кстати, к Димке заходил. Смотрел, как там Элька обживается. Вполне себе ничего. Ну и слава богу. О, мне пора. Ладно, спасибо. Я побежал. Алло, Наташ. Давай, подъезжай к дому Оксаны. Да скоро должен выйти Сергей, а ты с него глаз не спускай. Да собрался бы в банк какой-то идти за наследством. Ну, и я так думаю. Да, как только Сергей уйдет, я к Оксане поднимусь, ключи от гаража возьму. Мне интересно, что ж им всем эта яма так далась? Да, Наташ. Игорь Петрович, я не знаю, в какой банк едет Сергей, но мы только что выехали из города. Движемся в промзоне на Плещеевской. Промзона на Плещеевской? Хорошо, я сейчас подъеду. Алло, Федор, ты где? Давай срочно лови тачку и промзон на Плещеевскую. Там встретимся. По просьбе Оксаны Рябининой, детектив Игорь Лукин участвует в расследовании убийства ее отца. Версия, что Виктора Рябинина из мести мог убить сосед по гаражу, оказалась несостоятельной. Подозрение также снимается и с отчима Оксаны Андрея Коврова, который в день убийства встречался с Рябининым, но на момент преступления у него есть алиби. Наташа продолжала вести наблюдения за мужем Оксаны Рябининой, Сергеем. Здорово. Опаздываешь, однако. Прости, Толян, издержки конспирации. Все как в аптеке? Ладно, верю. Твоя аптека никогда не подводила. Это ты привел конспиратор, Хренов? Ребят, ребят, я ничего не видела. Я здесь вообще случайно. Я ничего не видела. Не видела, тварь. А ну, отойди, Толян, а то зашибу. А ну, стоять! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слышь, мужик, может, договоримся, мы тебя не обидим? Да хрен ты с ним договоришься. Это частный детектив. Какие же тут переговоры? Торговля наркотиками, что и убийство. Какое убийство? Вы чего? Ты чего, на мокруху пошел, что ли? Да гонит он все. Всех собак на меня повесить хочет. Да ты сядь. Сидеть тебе долго привыкай. Я расскажу, как было дело. А если что, ты меня поправишь. О, Серега, как хорошо, что ты пришел. Пойдем, поможешь. Здрасте, а куда еще? Я в гараже погреб рою. Поможешь землю оттащить? Да поздно уже. Давайте завтра, Виктор Михайлович. Ты же знаешь, Жигулину наш погреб. Во! Пойдем. А Оксана дома? Оксана к матерь пошла. Мы вернемся, и она дома будет. Ни одному тяжело. Ну, давайте я хоть переоденусь. Пойдем, в гараже переоденешься. Там есть, во что? Пойдем. Ну, ладно. Много еще осталось? Да есть немного еще. Ты груди, а я перекурю пока. Черт. Я твоими угощусь. А это что? Виктор Михайлович, положите на место. Нехорошо, по чужим карманам шариться. Серега, у тебя только один выход. Ты сейчас же идешь в полицию и сдаешь эту гадость. Скажешь, что ты в первый раз и сразу пошел сдаваться. Тебе дадут условно. Или ведь по минимуму. Ну, ты что, идиот? Никуда я не пойду. Дурак. Себя погубишь. И Оксанке жизнь сломаешь. Сам не пойдешь, я тебя сдам. Хорошо, хорошо, ладно? Хорошо. А потом труп тесте. Ты оттащил подальше от гаража и оставил на тропинке Семеновны. Ударил бы еще раз по голове для верности. Телефон мобильный забрал. Якобы кражи. Да у вас ничего на меня нет. Кто поверит этим сказкам? Эксперты хорошенько осмотрят гараж. И наверняка найдут следы наркотиков. Я-то, конечно, попытался закопать яму. Но вряд ли избавился от всех улик. Да, и наркотик наверняка будет идентичен тому, что сейчас у Толяны за пазухой. Ты полицию вызывай. Как теперь обо всем Оксане рассказать, а? Сергей и Толян находятся под следствием. Оксана родила мальчика. Мать Оксаны продала гараж и помогает дочери воспитывать.